И снова суд, и снова предсказуемое решение. Что сегодня услышала Надежда Савченко в басманном суде Москвы, и как на это реагируют ее адвокаты. Подробнее наш САПКОР в России. Данил Русаков. Слава Украине! Опять басманный суд, председательствующий Карпов и украинская пленница. Кутается в теплый платок, заметно, что сильно похудела, но держится и на здоровье не жалуется. Все по-прежнему, даже кабинет на втором этаже тот же. На этот раз защитники подали жалобу на объединение двух уголовных дел в одно. Надежду Савченко обвиняют в убийствах и незаконном пересечении госграницы. Но торжество Фемиды оказалось вполне ожидаемым. Далову за ветер адвоката, но и право оставить ветер, но и право. По словам адвокатов, уголовное дело люди в погонах ведут с ошибками. В записях значится 356-я статья. Это применение запрещенных средств и методов ведения войны. Обвинения по нему Савченко то ли выдвинули, то ли не выдвинули. Сотрудники главного управления Следственного комитета вспоминали долго. Потом заявили, все это техническая ошибка. Повторяю, нет такого термина в процессуальной терминологии. Да, значит, в уголовном процессуальном законе техническая ошибка. Либо вы с нарушениями принимаете процессуальный документ, либо нет. Поэтому и вывод отсюда. Либо отменять его, либо не отменять. В басманный суд на скандальное заседание пришли даже представители шведского и немецкого посольства. Но за тем, что такое басманное правосудие они могли наблюдать лично. Дякую, судья, червовый раз, вы настрали этот закон. Судье Карпову, защитники Савченко, заявили отвод. Но после долгих размышлений самим собой он решил его отклонить тоже. Все остается по-прежнему, по крайней мере, до 13 мая. Надежда Савченко и дальше будет пребывать в заключении. Сезон матросская тишина. Голодать, как минимум, до изменения меры пресечения. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер.